Девчонки и мальчишки, всем огромный привет! Решила я с вами поболтать Снять новый влог Честно говоря, сама, когда потом монтирую видео Пересматриваю его и думаю, блин В моих влогах в основном только моя болтовня И очень мало чего-то другого Я не знаю, вообще вам это интересно или нет Надеюсь, что это хоть как-то интересно Потому что в любом другом случае, дайте мне знать В инстаграме у меня был запрос показать мою палетку Naked Вообще посоветовать брюнетке девочки с карими глазами Какую лучше палетку Naked выбрать Первую, вторую или третью Или же какую-то из палеток Basics На что я, конечно, ответила, что у меня, во-первых, только одна палетка Первая Naked Естественно, я не могу делать каких-то глубоких выводов Относительно остальных Но я так примерно покажу Те, кто не видел вообще мою палетку Хотя, я думаю, вы все ее уже замечали Я отдельно какой-то обзор на нее, конечно, не делала Потому что их и так полно Качественных, красивых, профессиональных Я просто могу сказать свое, во-первых, мнение Я считаю, что палетка, не знаю, вот насчет второй И насчет второй я сомневаюсь Но первая палетка очень хорошо подходит девушкам с карими глазами И с волосами, ну, там, я не знаю, темными волосами Шатенкам, например, брюнеткам Очень даже хорошо подходит Насчет, конечно, остальных цветотипов И цвет глаз я точно сказать вам не могу Но, вот, по крайней мере, я так считаю Что первая палетка, она такая Довольно универсальная Вторая Я ее, даже, если честно, толком не видела Свочи на нее Знаю, что она похожа на первую Но в ней, по-моему Что в ней, что в ней В общем, не помню, чем уж она отличается от первой Ну, вроде как, они практически идентичны Третья, она более такая розовая В розовых тонах Не уверена, что эта брюнетка Очень прям уж подойдет И, что касается двух палеток Naked Basics Я считаю, что, если есть возможность Что можно взять любую из них Они очень классные И подходят и брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам И, по-моему, любому цветотипу Я бы с удовольствием взяла палетку еще одну Naked И вот именно Naked Basics я взяла Вот Сейчас покажу вообще Для тех, кто не видел Что она с собой представляет Здесь, конечно, в основном цвета Я не знаю, вообще видно, нет Цвета в основном коричневые Коричневые гаммы натуральных оттенков С добавлением таких Немножко розоватых Такое вот темное золото Более светлое Ну и как хайлайтер можно использовать Вот Пару вот этих оттеночков Вот таких вот Ну и есть еще серый Но вот этот серый Он такой вот металлический серый Вообще Что касательно Как бы Текстуры теней В том плане Что они все Не матовые Матовых тут только Два Вот этот и вот этот Такой вот Молочный шоколад И такой вот Я даже не знаю, с чем сравнить Земляной такой цвет Вот они Матовые Остальные все, конечно, с шиммером Где-то побольше Где-то поменьше Но шиммер Я очень люблю, если честно Шиммер У Naked Он неповторимый Мне кажется, что Ни одна марка не делает Таких красивых Блестящих теней Именно не вульгарно блестящих А Таких очень деликатных Но в то же время Таких каких-то Праздничных И красивых Я очень люблю вот этот Золотистый цвет Вообще Мне нравится Набирать этот оттенок Даже иногда пальчиком И просто наносить На яблочко Века На серединку И это очень Так Интересно выглядит Вообще Я считаю, что Вот этого вот шиммера Вам бояться не стоит Если вы Никогда не пользовались Такими тенями Именно вот У Naked Он смотрится Очень нежно И деликатно Вот Ну а если, конечно Вы любите Только матовые Как бы матовые оттенки Теней И никакие другие Не признаете То это, конечно Только Naked Basics Потому что, насколько я знаю И первая, и вторая И третья палетка Naked Они все Идут с таким С хорошим Таким блестящим И красивым Явным шиммером Вот Даже не знаю Особо, что еще Рассказать Я забыла Как зовут эту девочку Но если ты меня смотришь То я советую Посмотреть, конечно Свочи У кого-нибудь В другом видео Потому что я так Красивая и профессиональная Это не сделаю Это все равно Будет плохо видно Мое мнение Что первая палетка Она Ну Очень универсальная И очень такая Подходящая Мне кажется Практически Вот всем девушкам С карими глазами Насчет остальных Я выводы, конечно Делать не буду Тут уж надо Действительно смотреть Видео Я считаю Наверное Американских блогеров Скорее всего Потому что Там в принципе Вам даже перевод Особо не нужен Просто посмотреть Свочи Просто посмотреть Палетку В действии И уже решить Что больше подходит Что нравится Вот Но мое мнение Что я бы Своей первой Я очень довольна Еще бы вот Докупила Какую-то Naked Basics И все Я считаю Что больше Ничего и не надо Если только Конечно Вы не Безумный коллекционер Косметики И Как бы Не хотите иметь Их все у себя В арсенале А кстати У Naked Есть по-моему Еще какие-то Такие знаете Красивые Лимитированные Выпуски Палеток теней Такие вот Не вытянутые А квадратненькие Вайс По-моему Еще какие-то Вот Вообще Я бы конечно С удовольствием Были все попробовала Но Это конечно Тени не из дешевых Действительно И Я в принципе Понимаю Всем доброе утро И я поняла Что я давно Не показывала вам В общем-то То что мы кушаем Сегодня Я решила Заморочиться И приготовила Вот такие вот Огромные Бутерброды Это кстати Для мужа Ждем у вас работы И это мои Мне без сыра Ну Вот такой вот Один кусочек Отдельно положила В общем-то Ничего сложного Конечно Ну просто Это все надо Нарезать Положить Хлеб Это специально По-моему Для хот-догов Или для сэндвичей Салат Колбаска Я ее пожарила Кстати Я обжарила Потом Помидорчик И все И в принципе Вот так вот Можно еще Сыр положить сверху Как здесь Можно это все еще Отправить В микроволновку На пару минут Ну вот У мужа Так как есть сверху сыр Я перед тем как В общем-то Он будет завтракать Конечно Наверное поставлю Микроволновку Подогрею И заодно Сыр расплавится А я буду Есть такие Вот В общем-то Потому что сегодня Ребенок Мой садик не пошел Мы встали чуть попозже И вот я решила Как-то вот Завтрак приготовить Не совсем Обычный для меня Так что Всем приятного аппетита Кто кушает И пока Всем привет еще раз Мы сейчас Собираемся В город За покупками За продуктами В общем-то Сегодня у нас Суббота На календаре Если я не ошибаюсь 18 июля На улице Очень жарко Очень просто Сегодня общает 35 градусов Жары Ну Как бы Делать нечего Приходится ехать Потому что Дома просто уже Шаром покати Вот Даже если честно Вот я сейчас стою Возле своего шкафа И думаю Что мне одеть И просто даже Не могу представить Чтобы на себя Такое надеть Чтобы Ох Было не так жарко Я все равно Накрасилась Как вы можете видеть Не могу я как-то Без макияжа Совсем И в принципе Мне понравилось Как получилось Ничего конечно Сложного Такого Экстраординарного Но Тем не менее Главное Сделать Больше-менее Здоровый цвет лица Чуть-чуть Почеркнуть глазки И я думаю Как бы Больше ничего не надо Такую жару Единственное Конечно Пришлось все равно Нанести тональный крем А? 18 Уже лучше? Хорошо У нас даже Каролина Хандрит немножко В такую жару Хотя Она жару Все-таки Как ребенок Переносит Получше Чем Мои взрослые Но тем не менее Вот Так что Мы сейчас поедем Если получится Что-нибудь сниму По дороге Если нет То сниму Уже покупки Когда вернемся Домой Заезжали мы В аптеку Биосфера Кстати Отличная аптека Это не реклама Я просто Как бы Делюсь своим опытом Там я купила Вот эту термальную Водичку Турьяж Вот В общем-то Чуть-чуть попозже Я расскажу Для чего В общем-то Я ее взяла Также Мы часто Берем Вот такую Соль Для полоскания Рта Также Носа Вот такую Добавку Витаминную Бьет мой муж Для своих Суставов Мой любимый Гель Бальзам От укусов Комаров Москитол Отлично Помогает Ну и вот Взяла еще Клееночку Для малыша Вот В общем-то Вот такие вот Были покупки В аптеке Также Покажу Что взяла Из бытовой химии Вот такие Слафетки детские Взяла попробовать Маленькие Слафетки Сухие Влажные Щетки Очень люблю Вот эти Шелковые нити Они очень мягкие Упочтительные Десна Очень советую вам Ватные диски Мои любимые Я самая Конечно же До места Скажите в него Отбеливатель Босс Дешевый Сербито Что называется Ну Игена Конечно же И Вот такой вот Гель Бимакс Также Из бытовой Вернель По акции Вот такой большой Ополаскиватель Для белья Очень мне понравился Запах Да Тут я вам показываю Свой любимый квас Я просто его обожаю Это наверное Лучший квас Магазинный Который Вообще Можно только придумать Обязательно попробуйте Показать Недавнее Недавнее Приобретение Сайта Wildberries Детские Такие Очень мими Комбинезончики Дело в том Что у нас В городе Я почему-то Не смогла Ничего найти А там Довольно Большой выбор Детских комбинезонов И вот эти Очень хвалили Фирма Lucky Child Вот этот Мне конечно Очень понравился Такой вот Под смокинг Как будто бы Очень мягкий Очень приятный Так Что у нас тут написано Рост 56-62 Это я вот взяла В принципе В первое время Носить 100% хлопок Действительно Очень мягкий Мне нравится Что Кнопочки С обоих сторон Я считаю Что это будет Очень удобно И второй Такой Более спортивного Типа Тоже Это же фирма Lucky Child Все тот же Самый рост Тоже 100% хлопок Но здесь Уже немножко Другие кнопочки Очень-очень мягкие Приятные Комбинезончики Мне нравится Будем Я думаю Носить с удовольствием Девочки Те кто Просил Показать Меня Мою сумку Которую Собираю В роддом Я наверное В этом влоге Ее постараюсь Как раз таки Показать Точнее Это даже не сумка А несколько пакетов Сейчас объясню Почему я так делаю Вот И в принципе Практически Все я уже собрала Остались Какие-то Совсем Незначительные Мелочи Вот И потом Я не знаю Будет ли у меня Время Показать это вам Так что Давайте Сделаем это Сейчас Итак Вот вы видите К сожалению Конечно Все это выглядит Не прям так Супер Два пакета У меня пока есть Вот таких Вот Ну я взяла Цесны Какие-то У нас такие Вот этот вот Слабо наполненный Пакетик Как вы можете Заметить Пакет у меня Дородовой Скажем так В котором Будет вещи Именно То есть Ну все Что в нем Лежит Мне пригодится Именно Дородов В процессе Родов В общем На первое время Скажем так В роддоме Пока малыш Еще не родится Что там у нас Секунду Давайте Доставать вместе Первое Это конечно же Носочки Носочки у меня Такие обычные Беленькие ХБ Я когда-то Очень много Таких купила Оптом И не жалею Как говорится До сих пор Здесь у меня Также я не буду Раскладывать У меня такой Обычный ХБ Халатик Так как Все-таки Это лето Будет довольно жарко Халатик Все-таки Нужен легкий Ну в принципе Я и когда В прошлый раз Дочь урожала Свою Тоже брала Легкий Халатик Здесь у меня Ночная рубашка В общем-то Сорочка удобная Тоже Я ее не буду доставать Я показывала ее Уже Заказывала с сайта Бонпри И в общем-то Да Туалетная бумага Также здесь Будет еще Тапочки Моющиеся И В общем Бутылка воды Почему я так Делаю Потому что В прошлый раз Когда я приехала Рожать У меня еще Не отошли Воды И Но уже Раскрытие Как бы Где-то Сантиметра Два Три И То есть Домой Меня уже Не могли Отправить Но в то же время В родовое отделение Тоже не переводили Сразу И Мне не разрешили Взять с собой В отделение Патологии Все те вещи Которые я Приготовила На роды Мне буквально Разрешили Вот Взять бутылку воды Вот Ту же самую Туалетную бумагу Переодеться Да И все Собственно говоря Как бы Мне Кое-что Понадобилось Из того пакета Который у меня В итоге забрали И не дали мне взять Поэтому Я еще В этот пакетик Положу В общем-то Как бы Мягкие Такие ХБ Тряпочки Я надеюсь Вы понимаете Для чего они нужны То есть Когда Воды отойдут Или может быть Я не знаю Понадобится мне или нет Но на всякий случай Вот я эти тряпочки Возьму В любом случае Они пригодятся Если что В послеродовом Периоде Тоже понимаете Зачем Вот И Что еще Я думала Туда положить Да Сменное Нижнее белье Я еще туда Скорее всего Положу Ну Это я думаю Как сказать Может положу Может нет Посмотрим В общем-то И дальше Переходим Уже к такому Огромному пакету Именно который Я приготовила На послеродовой Период Когда уже Малыш Малыш Родится В общем-то Этот пакет У меня набит Довольно туго Аж оттуда Все уваливается Не знаю Как я еще буду Это все В общем Хорошо укладывать Итак Первое Что у меня тут лежит Это полотенца В общем-то Разные полотенца Одно для малыша Другое для меня И три Вот это тоже для меня В общем Для меня два Для малыша одно Ну как бы Понятно Зачем нужно полотенце В этом Пакетике У меня лежат Все как бы Приготовленные вещи Для ребеночка Здесь я не буду Раскрывать Уже показывать Но в общем-то Тут есть и боди Тут есть и распашонки И Ползунки Носочки Что еще По-моему Все Да А еще комбинезончик Один маленький Шапочки Конечно Чепчики Вот Я взяла Знаете Ну можно сказать Много Не знаю Все ли мне пригодится Вряд ли Конечно Все Но на всякий случай Пусть будет Да Пеленать я Не знаю Буду или нет Но если и буду То это будет Свободное пеленание Когда я рожала Первый раз В принципе Все было то же самое Я если честно Пеленать абсолютно Не умею Поэтому Не вижу смысла Тем более Будет лето жарко Сковывать ребенка Ну мне не хочется Но пеленки Я все равно Конечно В любом случае И беру Для каких-то Других нужд Вот кстати У меня их тут Буквально Вот две штучки Я даже не стала Покупать какие-то новые Это у меня еще Остались От дочи Я их постирала Прогладила И беру с собой Так Косметичка 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 Мне пригодится Именно на выписку Да кстати Пакет на выписку Естественно Я с собой В родном не беру Я его соберу Но муж Мне его привезет Непосредственно В день выписки Но косметичку Я беру сразу с собой Почему? Потому что Там будет И кое-какая гигиена И потому что Ну вы сами понимаете Мой муж Элементарно может Или забыть Или Я не знаю Что может случиться Но в общем Я переживаю Что мужчине Такую важную вещь Как косметика Доверить нельзя И мне так спокойнее Что она мне будет с собой Что я беру с собой В общем-то Давайте быстренько Пробежимся Так кстати Да вот сюда Я кладу тушь Новую от Фаберлик Последний раз Вот заказывала Решила взять ее с собой Я не помню Что это именно за тушь Так что-то Фокуса нет Ну вот ее артикул Ну вроде была у меня Неплохая Так Из ухода Я беру только один крем Потому что Ну в смысле Из ухода за лицом За руками Например Вот такой вот Вам уже показывала Его можно и для рук И для лица И в принципе Даже для ног Если нужно будет В общем не жалко Его взять с собой Поэтому И он маленький Кстати удобный Тени беру Если все-таки Не знаю Будет у меня время Краситься или нет Перед выпиской Но тени взяла Вот такие вот Эссенс Так Пятый номер Палетки База Под тени Туже эссенс Я ее добиваю Подводку Взяла вот такой От Дермакол Потому что Она сразу с кисточкой Гелевая Удобно Также я взяла Вот такой вот Хайлайтер От Эльф Я им дома редко Пользуюсь Но вот с собой Если нужно Всегда его беру Румяшки Буржуа Вы тоже их видели Много раз Вот такой вот бронзер От Фэберлик Да Кстати Тут у меня еще Нету кисточки Для бронзера Я еще не знаю Если честно В общем Если честно Не знаю Даже какую кисточку Положить Надо будет подумать Тональный крем Взяла вот такой Вот Тональный крем Я думаю Вот как раз таки Мне даже очень пригодится Скрыть какие-то Какой-то неровный Тон лица Да Корректор Тоже Корректор Консилер Тоже от Фэберлик Ой Одной рукой Конечно неудобно Так Взяла вот такие вот Тени Color Tattoo Я им Ой Где же у них номер Я им редко пользуюсь Дома Но вот с собой возьму Быстро Чтобы накраситься Сороковой у них оттенок Так Вот такой вот Блистекс Я вам не показывала Последний раз заказывала В Алиэкспресс Мне пришел Знаете Ну Я уже показывала Кармекс Который заказывала С Алиэкспресс Он мне очень понравился Я в этот раз Решила взять Блистекс По описаниям По надписям Даже по всем этим Я сверяла Как бы очень похож на оригинал Не знаю Поделка или нет Но По свойствам своим Очень мне нравится Вот такой вот Он какой-то Вазелинистый Охлаждает немножко губы Смягчает их Да Питает Заживляет Я думаю Это очень Пригодится такая штучка Мне Что губы Скорее всего Будут сохнуть В прошлый раз У меня очень сильно Губы потрескались Вот Так Также взяла Вот такой вот Блеск Бальзам Тоже Турбандикей Ну Непосредственно Как бы Что-то на губы Нанести Пудра Вот такая Вот От Фаберлик Вот Так Ну и кисточки Да Наверное Спонжик Я спонжиком Сейчас наношу В общем Тональные средства Удобно его Кстати Брать с собой Что тут у меня И вот Остались Кисточки Карандашик Очень люблю Этот карандашик От Фаберлик Для бровей Очень-очень нравится Быстро Можно им бровки Нарисовать И вот Две кисточки Взяла Для теней Ну вот Надо будет Еще что-то Для бронзера Подобрать Вот Такая вот Косметичка На выписку Идем дальше С собой Я взяла Вот такие Одноразовые Пеленки Не знаю Их тут Кстати 5 штук Вряд ли Мне конечно Понадобится Все 5 штук Я вот еще Подумываю На тем Чтобы их вскрыть И взять Ну максимум 2 с собой Не знаю Для чего Могут пригодиться Но на всякий Случай Я думаю Нужны Вот Так Здесь у меня Пакетик В общем Как бы Сорочка Ночная Такая Ну типа Платьица Хэбэ И белье В общем-то Разное Также это Бюстгальтер Для кормления В общем Нижнее белье Всякое Так Это В общем-то У меня Здесь Бипантен Естественно Куда же без него Прокладки В бюстгальтер Если молоко Будет подтекать Оно Скорее всего Будет подтекать Также у меня здесь Соска Я взяла Пока одну Не знаю Дочка У меня Соску Начала Практически Сразу Сосать Так как У нее был Очень выраженный Сосательный Рефлекс Ну как бы Чтобы избежать Трещин На сосках Да Я надеюсь Меня не смотрят Мужчины Вот В общем-то Соску Я беру На всякий случай Посмотрим Пригодится Хорошо Не пригодится Привезу ее домой И в принципе Можно еще какую-то Другую взять Это я взяла Самую простую Вот В общем-то Все Да Вроде Так Это Значит Урологические Прокладки 14 штук Макси В общем-то Тоже Понятно Для чего Для послеродовых Выделений Не знаю Надеюсь Хороший Мне посоветовали В аптеке Никогда не пользовалась Если честно Ну Конечно Пригодятся В любом случае Так Что тут еще у нас Так Это гигиена Тоже открывать Я не буду Ну примерно Покажу Что здесь есть Конечно Здесь и шампунь Для меня Здесь детское мыло Для малыша Мыльница Зубная паста Щетка Что еще Гель для душа Не знаю Нужен он будет Не или нет Да Кстати Вот я постаралась Все-таки Немножко пометить Пакетики Ну и вроде Все в этом пакете Так Салфетки Салфетки детские Очень мне Советовали Именно эти Не знаю Может кто-то Пользовался ими Напишите мне Я эту фирму BabyLine Вообще Первый раз Встречаю Это вот именно Масляные Мне понравилось Что они масляные С ромашкой И маслом Жожоба Ну в общем-то 80 салфеток Довольно много И памперсы Естественно Куда же без памперсов Как их достать Сейчас Так Вот я взяла Такие На первое Как бы На первое время Памперс Премиум Ке Для новорожденных Да Вот New Baby 2 2 3 Ой Что я вам Говорю На малыша В общем От 2,5 Кг Я так понимаю Ну Честно Я уже забыла Какие вообще Нужны памперсы И все такое Но Когда-то Для своей дочки Я покупала Именно Памперс Премиум Ке Вот Мне они нравились Тут в принципе Их-то немного Сколько 30 да Штук Но это реально На первое время А так вообще Я взяла Большую упаковку Памперсов Мэрис Никогда Не пользовалась Японскими Подгузниками Надеюсь Они будут хорошие Вот Но это вот Именно взять В роддом Также у нас В роддоме Будут Скорее всего Тоже какие-то Вот От памперс Выдавать Но посмотрим В прошлый раз По крайней мере Давали Вот В принципе Это пока и все Что осталось Мне доложить Так Мне нужно Что-то взять С собой Для волос В смысле Как бы Ну элементарно Расческу Я не знаю У меня есть Маленький фен Если я буду Мыть голову Ну скорее всего Я буду ее мыть Не знаю Нужен ли он мне Будет или нет Вот И в принципе Наверное все Больше я ничего Не планирую С собой брать Ну вот К расческе Еще конечно Там пару резинок Может крабик Что-то такое Я возьму И Все Фен Я не хочу брать Только потому Что он Конечно Будет тоже Занимать Место У меня И так Как вы видите Много всего Получилось Вот Я не знаю Напишите мне Может быть я что-то Забыла Или может быть Что-то вам Кажется лишним Но Я в любом случае Все что здесь Показала Все это Возьму Может быть Доложу что-то Еще Что вы мне Посоветуете Так как Все-таки Между моими Родами Предыдущими И прошло уже Как бы Пять лет Да Может быть Что-то поменялось Но у нас Конкретного списка В роддоме Нет Мне как бы Выдали просто Брошюрку В этой брошюрке Самое такое Необходимое Было Да Кстати Отдельно Я еще конечно Возьму папку С документами То есть Там нужно иметь По-моему Ну понятное дело Обменную карту Копию Средства о браке Так понимаю Для оформления Потом в будущем Средства о рождении И Ну Мои Естественно Документы Средней личности Вот Вроде как Это все Еще конечно Вот на выписку Я готовлю Для малыша У меня уже Отдельно Приготовлен комплект Одеяльце Такое легенькое Вот И для себя Я еще Если честно Вообще не знаю Что Как бы на выписку Приготовить Потому что Я не представляю себе Во что я смогу Влезть Ну так Ориентировочно Кое-что подобрала И вот Тоже конечно Все это сложу Мужу приготовлю И он мне привезет Вот как-то так Да Еще кстати Будет В том пакетике Который я вам показывала Дородовой Так называемый Там еще будут Вещи мужа То есть Тоже как бы Тапочки Моющиеся Штаны Какие-то удобные Хлопчат Бумажные Мы еще не выбрали Естественно Футболка Все это чистая Проглаженная Естественно Но вот У нас планируются Все-таки Партнерские роды Естественно Ему тоже нужна Вот такая вот Одежда Удобная Чистая Вот Это все Надеюсь Что как бы Это было Как будто полезно А вообще пакетов В роддом Я не знаю Напишите мне Вообще всегда пишут Сумка в роддом Но это подразумевается То что вы все Привезете В пакете Полиэтиленовом Потому что Я так понимаю У меня была Как бы идея Взять с собой сумку У меня такая была Сумка ХБ большая В первый раз Когда я рожала И мне не разрешили Ее взять Мне пришлось Переложить все В пакеты Вроде как Что она Как бы не стерильна Что ли Как бы На ней могут быть Какие-то микробы И так далее А пакет В этом плане Как бы Ну Взял новый пакет Сложил и все Я не знаю Мне бы конечно Все это удобно было Разложить В какую-то Большую сумку Спортивную У нас Такие с мужем есть Да знаете Да хоть рюкзак Все удобнее Было бы И вместительнее Чем пакет Но тем не менее Я сомневаюсь Что мало что-то В этом плане Изменилось Поэтому все Везу в пакетах Может быть Кому-то Из вас Разрешали Взять с собой Вещи в родном В каком-то Другом виде Обязательно Мне про это Напишите Вот Мне будет Конечно Интересно Почитать И в общем-то Да Я наверное Буду на этом Свой влог Заканчивать Потому что Как бы Вроде все Что хотела Рассказала Лучше Как бы Сделаю еще Один следующий Влог Если вдруг Что-то Появится Интересненькое Вот Сегодня безумно Устала Потому что Как я уже Рассказывала Было очень Жарко Сегодня было Даже не 35 градусов А целых 39 Я очень Устала Ходить По магазинам Как я вам Уже Рассказывала Я все-таки Стараюсь Ограничить Такие вещи По минимуму Но за продуктами Ездить все равно Приходится Поэтому нагулялись Сегодня находились Ноги болят Сейчас буду Отдыхать И в общем-то Надеюсь Влог был вам Интересен Обязательно Оценивайте Комментируйте Подписывайтесь Оставляйте Свои запросы Я очень была рада Что вы его посмотрели И увидимся Очень скоро Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok